Привет, я Энни Мэджик и моей четвертой собаке Эйвана с нами тут нет. Я уже рассказала про то, что он умер, как это произошло и что за странное событие случилось до того, как он умер, как он пропал. Я сказала, что произошло очень странное мистическое событие, которое, наверное, меня очень насторожило. Я прям не знаю даже, как вообще реагировать на это. В нашей жизни появился щенок, другая собака, и я ее не заводила. И это случилось после смерти Эйвана. То есть вот Эйван пропадает, потом появляется, умирает, и после этого сюда, к нам домой приходит собака. Самое главное, самое страшное и жуткое, и мистическое в этом всем, какая это собака. Я вам все сейчас покажу, я что-то снимала, старалась снимать, показать вам, чтобы вы увидели, что это такое вообще происходило. У нас забор, вся территория закрыта. К нам никогда не попадают сюда никакие собаки и кошки бездомные и вообще. В общем, один прекрасный день. У нас тут есть сарай. Под этим сараем рабочие, которые занимаются садом сейчас, обнаруживают щенка. Очень слабого, без сил. Они приносят мне его и говорят, что с ним делать. Я просто в шоке. И я подумала, что в первую очередь надо позвонить опять ветеринару, спросить, что с ним делать, потому что собака бездомная и, возможно, она чем-то заражена, чем-то болеет. Она может заразить моих собак. Какая-нибудь инфекция или бешенство и вообще много всяких вещей может быть. Я сначала занесла его домой, но не успела долго пробыть с ним тут дома и, конечно же, изолировала его от остальных. Никто с ним не общался. Это щенок, маленький щенок. Он, как мне показалось, кастрированный, как Эйван. И самое странное, то, что он без хвоста, как Эйван. Эта собака не выглядит так, как будто она должна быть без хвоста. У нее отрезан хвост. Не взрослая, старая собака, бездомная девочка, а именно мальчик, кастрированный, без хвоста щенок. Ребята рабочие рассказали, что я вот, когда его увидела, они говорят, это типа не первый раз. Сейчас, оказывается, он уже несколько дней пытается прорваться. Он прокапывает яму под забором и пытается пролезть на территорию. Не видя своими глазами, это слушает, это кажется очень странным, но он не хотел уходить. Он сам выбрал наш дом. Он пришел и не хотел уходить. Я взяла его, я принесла его, позвонила ветеринару. Ветеринар сказала, что нужно обязательно поехать и проверить его на состояние здоровья. И ни в коем случае ему нельзя общаться ни с кошкой, ни с нашими, ни с собаками, не соприкасаться. И вообще лучше самим не соприкасаться со слизистыми, слюна там и так далее. Потому что у него слюна может болеть бешенством. И она сказала, так как было не очень холодно, оставить его вне дома на крыльце. И я не могла ничего сделать. То есть просто он не хотел уходить. Я вынесла ему еды, я положила ему лежанку, и он решил, что он тут живет. Просто вообще. То есть он был очень слаб, он практически еле ходил. Он этим тоже был очень похож на Эйвена, когда Эйвен умирал. Он был очень худой и еле ходил. Это очень странно. И вот на следующий день я решила отвезти его все-таки к ветеринару. Что такое? Мне кажется, у него что-то болит. Да, он капризничает. Сейчас поедем в ветеринарку. Отвезем его. Какой малыш. Но он явно социализированный, он явно с семьей, с людьми рост. Потому что он очень общительный. Дикие собаки так себя не видят. Мы поехали. И у него обнаружили пироплазмоз. Он был весь в клещах. Весь в клещах. И, конечно же, у него обнаружен был пироплазмоз. Это страшное такое заболевание, от которого собаки умирают. А еще нам сказали, что возможно бешенство. И нужно карантин 7-10 дней, чтобы проверить нефть бешенства. Врач сделал мой укол, его проверили, посмотрели, сняли всех клещей, взвесили, поняли, что он болеет пироплазмозом. Дали ему от этого лекарства, вкололи укол. И врач сказал, что в принципе с ним все будет хорошо. Мистика в том, что это очень странное событие. То есть у меня умер Эйвен. И я в ужасе, в страдании, что я потеряла собаку. И вселенная, я не знаю что, дает мне возможность позаботиться о ком-то другом. Помочь кому-то другому. И я не смогла помочь Эйвену, потому что это было невозможно. И мне дает шанс помочь кому-то другому. Помочь собаке, которая мальчик без хвоста, кастрированный, как потом подтвердил ветеринар, который осматривал его. Здесь местная деревенская клиника, очень странная такая клиника, очень странные условия, но вот как есть. Этого было достаточно, чтобы оказать ему помощь. Умирает Эйвен и появляется мальчик, щенок, без хвоста, такой милый, с такими же глазами, как у Эйвена, несчастными. Такими уставшими, такими милыми. И у меня есть шанс помочь ему. Отвезти его к ветеринару, накормить, напоить, согреть, вылечить. Вот такая вот странная история. И почему-то так пошло, что мы назвали его Бэмби, потому что он похож на какую-то тоже олененка. Он ходил как олень, он выглядел как олень какой-то. И цвет у него такой рыжий, как у оленей. Эйвен был как олененочек наш маленький. Я даже показывала когда-то в фактах о нем, что он мышиный олень. И тут такой Бэмби появляется. Так, стой. Стой, дай, дай, дай свою жопу. Дай свою жопу. На, на. У тебя же погнали на стол. Стой, стой. Стой, стой. Это к теме, насколько он хотел жить в нашем доме, реально с нами. Это очень странно, потому что было не холодно на улице. Мы закрыли его в гараже, потому что вот 10 дней надо быть дома, вне нас. Нам с ним не контактировать, тем более с животным. И что происходит? Ты просто приходишь на крыльцо просить за бардак у нас у стройка. Он такой, здрасте, здрасте. Я вернулся домой. Пустите, пожалуйста. А чего? Просто вся семья против. И только Бэмби не против. И ветеринар сказала, что ему нельзя контактировать ни с животными, ни со мной. Ну, то есть вообще желательно, потому что у него может быть бешенство. Хотя бы 10 дней посмотреть на его состояние и поведение. И собаки гуляют на улице, и он бы все равно с ними встречался. И поэтому я подумала, что его нужно перекрыть от собак. Его, как бы, как они называют, это карантин. Его нужно в карантин отправить, чтобы он не общался с собаками, пока они гуляют. Три раза мы пытались его изолировать в гараж сюда. И три раза он каким-то образом перелазил. Я не знаю, как он это делает. Иди сюда. И самое главное, что он выходил оттуда и шел на территорию. Общаться с собаками, пытаться зайти в дом, проникнуть в дом. Сидел на крыльце, он никак не хотел быть один. Он хотел быть с нами. Да. Побег. Это было очень странно, что... Ну, реально какая-то мистика просто. Как будто это... Многие люди подумают, что я ку-ку. Но, блин, это выглядело из-за того, что он появился сразу после смерти Эйвена. Через некоторое время ощущение, что он... Это его душа. Это как будто Эйвен хотел вернуться. Поэтому... Я не знаю насчет переселения душ и духов, но как будто дух Эйвена хотел вернуться через этого щенка. Поэтому он так хотел домой. Поэтому он не уходил. Поэтому он был такой упертый, навязчивый, не хотел уходить, хотел быть с нами. Может быть, конечно, и нет. Может быть, это мне просто вселенная дала действительно шанс позаботиться о ком-то. В тот момент, когда я переживала за другую собаку, за свою собаку, мне дали шанс отвлечься, заняться чем-то другим. Поэтому я сделала все, что могла. И он ушел из нашей жизни. И пока мы ждали вот этого карантина, мне нужно было уехать на какое-то время. И я оставила ему еду, мешок с едой. То есть у него было свое место, еда, вода. Но когда я уехала, рабочие его увезли. Забрали и увезли. Но если верить вселенной, что все не просто так, значит, так должно было быть. Где-то в глубине души я думала, что он останется у нас. Что он заменит Эйвена, и он останется с нами. Вот такая вот история о том, о той мистике, которая связана со смертью Эйвена. Сначала его исчезновение, потом его смерть, а потом этот ченок. Если вы хотите, чтобы я сняла видео о том, как мы живем без Эйвена, какие изменения, что произошло спустя время, спустя... Скучали ли собаки, как они сейчас ведут себя, и как они себя вели в тот момент, что было и как, то я могу рассказать отдельно. Я отпустила его, я отпустила его душу, я попрощалась с ним, но я не могу привыкнуть, что его нет. Что нет четвертой собаки. Это очень странно. Спасибо вам за поддержку.